Ребята, прежде чем начать урок, я хочу обратить внимание на эти листочки, которые лежат перед вами. Обратите внимание, у вас перед вами лежат низ оценки. На низкие оценки есть шкалы критерий оценок. По каким критериям вы можете оценить себя. Урок наш состоит из четырех этапов. Каждый этап оценывается по отдельным критериям. Посмотрите, первое, значит, актуализация оформленных понятий. Первый этап. Второе, работа с понятиями. Третий этап, морферный разбор. Четвертый этап, упражнение, таблица. Значит, все работы четырех этапов вы должны оценить по критериям, которые у вас даны. Понятно, да? И итоговую оценку вы сами суммируете, то есть вы сами себя оцениваете. Значит, первый этап у нас актуализация новой темы. Так, рабочий здесь заполняет памилии, но очень вырешите в издеках. Памилии, но очень вырешите. И группу вырешите. Так, теперь обратите внимание, эпиграф нашего сегодняшнего урока. Давайте прочитаю я вам слова известного филолога Асиева. Человек, прислушивающийся к значимости в слове «коня», приставки, заинтересовываясь в состоянии языка, положением слова «речь». Расстояние, версты, гнили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя били по двум разным концам земли. Расстояние, версты, гнили, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что этот сплав вдохновений из сухожилий не рассорили. Расстояние, расслоили, расслоили стена дорог, расселили нас, как орлов, заковырщиков, версты, гнили, расстроили, растеряли. Под ущобок земных широт, расслояли нас, как сирот, который уж, ну который март, разбил нас. Так, колоды падают. Так, это, ребята, стихотворение Марины Цветаева, которое она посвятила Пастернаку, Парису Пастернаку. Так, теперь обратите внимание, какая морфема часто повторяется? Какая морфема, да? В каких словах часто повторяется морфема? Одна из морфем у нас повторяется. Хорошо, тогда какие слова повторяются? Что хотел автор показать? Чест с мягким знаком. Представка, вырус. Корень. Корень, рассло. И суферс. Так, рис, суферс. Чест с мягким знаком, окончание. Так, пожалуйста, еще раз. Раз, 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 раз. Связь возвратной частицы и окончание основы. Раз, раз, так. Корень, расс. Приставка, расс. Следующее. Возгорается. Вся возглавная частица, ю, окончание, возглава, основа, корень, воз, приставка, а, окончание. Так, хорошо, следующий этап, ребята, следующий этап у вас, работа с текстом. Если суетный освет колореза, то есть окончание, без приставки. Дальше. Мы должны начать с окончания колореза. Так, пожалуйста. Пошли. Дальше. Выразить колореза. Текст с мягким знаком. Корень. Красный. Красный. И суферский. Так, и суферский. Текст с мягким знаком окончания. Так, пожалуйста, еще раз. 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 Здесь. Раз. Здесь. Связь возвратной частицы и окончание основы. Раз. Так. Корень. Красный. Приставка. Раз. Следующее. Вознал. Связь разр BC. Раз. Раз. Возгора. Основа. Корень. Вот. Воз. Приставка. А001. Так, хорошо, следующее время, ребята, ваши ответы по упражнениям, по работе. Вот такие буквы. Значит, 20, если правильных ответов, вы получаете 20 баллов. Посмотрите, ребята, ваши ответы, сравните ваши ответы с правильными ответами. Так, значит, если 20 верных архограмм, вы получаете 20 баллов, да? Если 19-19, 18-18 баллов, если ниже 16-15 ответов правильных, вы получаете уже, а вы не получаете уже баллы, да? 17 правильных ответов и 17 баллов. Так, все, теперь, ребята, суммируйте все свои баллы и проставьте не только, сколько баллов вы получили. Так, мы достигли сегодняшней цели нашего урока, а как вы думаете, ребята? Так, углубить знания о значениях марфемов русского языка. Было у нас углубление знаний. Так, вспомнить план на трудном разговоре. Мы сделали по марфемному разговору, развивали у нас грамотные письма. Мы выполняли упражнения, выполняли, развивали наши грамотные письма. Совершенствующую культуру. Так, с помощью приставки «раз и раз» автор дает свое отношение к своему другу. Раздавание, воздумка и оценить.